Послание Отца Абсолюта от 4 июня 2018 года Избавление от магического воздействия Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется продолжить рассказ о том, как можно избавиться от влияния сущностей Нижнего Астрала, к которым относятся и все демонические сущности. Как говорилось в моем недавнем послании, маги и колдуны, как правило, используют для своих ритуалов энергетический канал заказчика, тем самым подвергая этого человека постоянному воздействию демонических сущностей, которых призывают они для своей работы. Причем раз открыв этот канал, они затем постоянно поддерживают его. Таким образом, их преступный сговор сущностей Нижнего Астрала нарушает все законы Вселенной, полностью подавляя волю и сознание всех людей, вовлеченных в этот процесс. И все же, дорогие мои, даже из этой, казалось бы, безвыходной ситуации, всегда есть выход, поскольку каждый человек хранит в себе частичку Бога, а значит, является творцом своей судьбы и своей собственной реальности. Он может превратить ад, поцарившийся в его душе и в его жизни, в рай, наполнив себя и окружающее его пространство энергиями других вибраций. Это будет похоже на то, как человек, проживающий в самых низких энергиях мегаполиса, вдруг попадает в ту часть планеты, где сохранилась природа девственной красоты и чистоты, где все пронизано божественной энергией Света и Любви. Но как же определить, дорогие мои, было ли оказано на вас магическое воздействие, и если да, то как вам от него избавиться? Конечно, здесь нет единого рецепта, поскольку видов таких воздействий великое множество, так же, как и исполнителей колдовских ритуалов, от так называемых магов-любителей до настоящих профессионалов, представителей темных сил на Земле. И все же по некоторым признакам можно выявить чужеродное вмешательство в ваше сознание и ваше энергетическое пространство в целом, поскольку, как бы ни старались магией колдуны всех мастей поддерживать ваш энергетический канал на нужном им уровне, это мало кому удается. У человека, подвергшегося чужеродному воздействию, все равно случаются проблески, когда его сознание вырывается из плена, в которое оно попало. Это своего рода озарение, понимание того, что происходящее с ним носит искусственный характер, что его ведут невидимые силы, что им управляют. И здесь очень важно уловить такой момент, чтобы вы нырнув из омутов, которые вы попали, не нырнуть в него обратно. Именно в этот момент вам нужно сделать следующее. Обратитесь ко мне и всем высшим силам Вселенной с просьбой освободить вас из пут магических воздействий. Архангела Михаила с его войском попросите перерубить все энергетические привязки, каналы, шнуры, веревки, которые соединяют вас с другими людьми. И в конце попросите высшей силы залечить ваши раны, залатать божественной энергией света и любви все пробоины вашей аурии, через которые проникало ваше энергетическое поле чужеродная энергия низких вибраций, затуманивая ваше сознание и заставляя совершать несвойственные вам поступки. Если воздействие на вас было длительным и сильным, то вам может понадобиться не один такой сеанс, поскольку темные силы не привыкли легко сдаваться и, как правило, бьются за свою жертву до конца. Но всегда помните, что ни одна темная сущность не может противостоять энергии безусловной любви, самой сильной во Вселенной. Она либо принимает ее, делая выбор в пользу света, либо сгорает в ее лучах. И еще один важный совет мне хотелось бы дать вам сегодня. Не старайтесь бороться с темными силами, противостоять им, и, главное, не испытывайте к ним злоба, ненависти, агрессии или страха, словом, никаких негативных эмоций. Все в этом мире имеют право на существование, в том числе и они. Попробуйте рассмотреть их роль в своей жизни с позиции вашей духовной эволюции, что именно они помогают вам подняться на невиданную высоту, воспитывая вас, безусловную любовь ко всему сущему. Поблагодарите их за это и предложите свою помощь в их эволюции. Откройте им портал света с тем, чтобы они могли вернуться домой. Поверьте, дорогие мои, многие астральные сущности сделают это с удовольствием, и даже некоторые демоны, которым уже наскучили их темные дела и которым захочется попробовать себя в новом качестве. «Изживайте суеверие и страх в своей душе, родной моей. Не бойтесь ничего и никого. Вы способны творить чудеса силой своей любви. Так пользуйтесь этой силой. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами». Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.